Добрый вечер! Это программа «Послесловие». Меня зовут Ольга Павлова. Сегодня в нашей студии мы поговорим о небоскребах Екатеринбург. Как обещают, станет городом высоток. Это может произойти в самые короткие сроки. В этой студии сегодня проектировщик и разработчик таких всемирно известных высотных зданий, как Бурдж-Хали в Дубае, башня Лас-Вегас в Лас-Вегасе, башня ветра из садов Саудовской Аравии и других знаменитых небоскребов мира Алехандро Сточетти. Алехандро, добрый вечер! Как вам Екатеринбург? Вы впервые здесь. Я впервые в Екатеринбурге. Мне очень понравился город. Мне понравились парки, мне понравилась река. Я считаю, что здесь создана очень приятная среда для проживания. Мне понравились также исторические памятники Екатеринбурга. Вы знали о Екатеринбурге до того, как получили приглашение? Нет. Может быть, я слышал имя, слышал название Екатеринбург. Ничего более о нем не знал. Может быть, уральская столица напомнила вам какие-то другие города мира? Конечно, город похож на многие другие города. В нем также есть парки, в нем есть река, есть приятные улицы, по которым можно прогуляться. Но, к сожалению, у меня еще не было времени посетить этот город. Надеюсь, что я найду время в ближайшие дни. Тогда я смогу больше сказать об этом. Что бы самое главное вы выделили в городе? На что, по-вашему, по этим первым впечатлениям обязательно стоит обращать внимание местным архитекторам? Как архитекторы мы обращаем внимание на довольно специфические вещи. Конечно, мы смотрим на здания в целом. Но мы смотрим также на расположение зданий. Мы смотрим на погоду, мы смотрим на освещение. И все эти составляющие позволяют нам делать выводы о городе. Что вы можете сказать о соседстве небоскребов, которые являются большим предметом вашей деятельности, и небольших, невысоких домов в Екатеринбурге? Это достаточно болезненная тема. Это действительно довольно сложный вопрос. Каким образом организовать сосуществование зданий высотных с малоэтажными зданиями? И это, конечно, вопрос, который должен подниматься при разработке генплана. И, разумеется, малоэтажные здания не могут находиться в непосредственной близости с высотными зданиями. Но при этом нужно, конечно, понимать назначение этих зданий, понимать, для чего и каким образом мы будем располагать эти здания. Еще раз повторюсь, генплан – это то, на что в первую очередь стоит обращать внимание, то, откуда и проистекает архитектура города. По вашему опыту, все же высотки могут сосуществовать, вообще современные здания сосуществовать с историческими, невысокими зданиями? Что опыт других городов стран говорит? Да, конечно. Я считаю, что современные высотные здания должны и могут сосуществовать с историческими зданиями. И, действительно, мы должны видеть эволюцию города. Мы можем видеть одновременно, каким город был 50 лет назад, каким он был 20 лет назад, 10 лет назад. Прогуливаясь по улицам, мы должны ощущать вот это единство истории города. Должен ли отдаваться приоритет в таком случае постройки высотных зданий, может быть, за счет сноса зданий старинной постройки? Действительно, я считаю, что некоторые исторические здания стоит сохранять, но это вопрос, который будет решаться городом. Именно городская администрация принимает решение, какие здания стоит сохранять, а какие здания не несут больше никакой информации для будущих поколений, которые будут проживать в этом городе. Поэтому, да, мы должны видоизменять здания, если того требует время, если того требуют условия жизни. У нас горожане зачастую становятся активными защитниками зданий более старых, старинных, в то время как есть совершенно объективные предпосылки зачастую на их месте построить новые здания. Вообще подобное противостояние общественников, людей и властей где-то в мире вы наблюдаете? Действительно, такое я уже встречал и в других городах, но с того момента, как город принимает решение сохранить некоторые исторические памятники, а другие снести, здесь не должно быть сопротивления со стороны общественности, потому что иначе мы не позволяем городу развиваться, мы не позволяем ему расти. И, конечно же, в случае, если город принимает решение сохранить памятник, а он сносится, это не может не разочаровывать. Но если же принято обратное решение, то почему бы не сделать этого? Вот часто в проекте «Бурдж-Халиф» вы говорили, что помогли построить что-то великое вашим коллегам, вашим единомышленникам. У меня вопрос, вот из этой вашей цитаты. Великое – это обязательно что-то невероятно масштабное, высокое, большое? У нас, среди нас архитекторов, когда мы говорим о великом, мы не обязательно говорим о масштабах. И размеры здания, конечно же, не зависят от объема вложений, которые мы делаем в развитие города при строительстве какого-либо здания. Другими словами, и нечто невысокое, не такое масштабное может называться великим архитекторами? Действительно, речь не всегда идет о размерах здания. И даже малые высоты здания могут быть великими проектами. И архитекторы очень часто говорят о том, что все зависит от видения, все зависит от запроса заказчика. Если я наилучшим образом могу ответить на запрос заказчика, то я реализую наилучшим образом проект. И все же высотная архитектура – это тенденция сегодня в мире, может быть, в Европе, в Соединенных Штатах? Или это пока нечто такое штучное и разовое? Или к этому придет, может быть, весь мир спустя какое-то время к высотным зданиям? Я думаю, что такая тенденция действительно существует. Существует она в основном в больших городах, в тех городах, где существует желание создавать новые символы городов, новые конструкции, которые будут притягивать общественное внимание. Действительно, раньше строились кафедральные соборы, которые притягивали внимание людей со всего мира, которые приглашали туристов посещать этот город. На сегодня городам также хочется притягивать внимание общественности, поэтому и создаются современные проекты довольно больших масштабов. Все же небоскребы изначально начали строить из-за нехватки земли. У нас в России земли достаточно много, следуя этой логике, может быть, нам небоскребы и вовсе ни к чему? На самом деле, с начальным вопросом в строительстве многоэтажных зданий не была нехватка земли. Речь идет скорее о том, чтобы повысить привлекательность этого земельного участка при строительстве такого многоэтажного здания. Так, например, в Арабских Эмиратах при строительстве высоток использовалось довольно большое пространство для строительства этого здания, но при этом повышалась цена окружающей территории. Приедете ли Вы еще в Екатеринбург поработать, может быть? Да, я бы с удовольствием вернулся в этот город, потому что это город, у которого есть большой потенциал. Мы знаем, что можно развивать в этом городе, и мы с удовольствием дадим советы по строительству в этом городе. Благодарю Вас за это интервью, Вам больших успехов. Спасибо. Спасибо. Это был Александр Остачетти, член Американского института архитекторов, который, возможно, вернется в Екатеринбург, чтобы число небоскребов в нашем городе еще возросло. Программа «Послесловие». Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин